Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике речь пойдет о секретах гитарных переборов. Да, арпеджио на гитаре какое-то неповторимое. Затрагивает до глубины души, ласкает слух. Но в чем же прелесть гитарных переборов? И чем именно арпеджио на гитаре отличается от арпеджио, исполняемых на других инструментах, например, аккордеоне? Мы обратим в этом ролике на три ключевых фактора. И если вы его досмотрите до конца, то узнаете секреты гитарных переборов. Первый фактор – это тембральная окраска гитарного звука. Да, струнные щепковые инструменты имеют свой неповторимый колорит. Их звук особенный, имеет свой обертонат. И это придает окрас к гитарному перебору. Второй момент – это, скажем так, музыкальный бутерброд. Наслоение звуков один на другой. Вначале защипывается, к примеру, басовая струна. Потом уже защипывается диском, третья струна. И уже у нас два струны одновременно звучит. Вторая – имеем три звучащие струны. И первая. И у нас, получается, есть четыре звучащие струны. И если мы защипываем первую, она звучит сильно, то к тому времени басовая уже немножко колебание, амплитуда затихает. Получается, мы имеем одновременно несколько разных звуков. Разных по высоте, разных по громкости. И вот этот бутерброд из этих звуков создает такой неповторимый колорит. Как это можно показать? Давайте сравним, как вообще идет арпеджио на клавишных, классической, и как на гитаре бы оно было. Например, как оно бы звучало там. Извиняюсь, для меня аккордеон – не родной инструмент. Давно не брал его руки. С 14-го года играй на гитаре. Но факт – вы слышите, что идут отдельные звуки. Там па-па-па-па-па-па. А на гитаре, если бы мы на словении хотели с их играть… Попробуем. Ну и так далее. Мы видим бы, характер меняется. Но, как правило, наслоением таким на фортепиано, на инструментах, ну как бы не играет, потому что не тот колорит, как бы создается, знаете, такое ощущение, как нагромождение чего-то. А вот на гитаре вот это наслоение звуков, оно как раз подчеркивает особенность этого инструмента. Ну и третий фактор – это расстояние между звуками в аккорде. Я на примере до мажора, да, как мы вообще тут играли? Тут все от ноты до, до ноты октава. Вы видите, рука находится на месте. То есть моей растяжки вполне хватает. А вот как это будет аккорд до мажор звучать на гитаре? У нас идет там бас до, потом третья струна – соль, вторая до и третья ми. То есть идет до, соль, до, ми. До, соль, до, ми. Получается до, соль. И видите, получается, между крайними звуками с натяжечкой-то можно взять, но играть, например, вот так. Ну это еще кое-как можно, но неудобно. А вот если возьмем аккорд соль-мажор, там три ноты соль, потому что две октавы идет. Соль, еще одна соль. И здесь у нас еще одна соль. Но тут как бы не хотел, уже растяжки пальцев не хватит. Поэтому видим, что на клавишных в основном идет как бы в такое терцовое, например, до, ми, ми, соль. И соль, до тут уже кварта. Ну узкое расположение аккорда. То есть звуки по высоте недалеко друг от друга. Конечно, на фортепиано можно, например, в правой, если мы играем что-то как гитарную партию, в левой играть басы, в правой там нади, как будто дисконты. Тут уже на аккордеоне баяния народных немножко по-другому. Потому что в левой клавиатуре, например, нота до, это созвучие аж трех нот одновременно. Тоже аккорд по сути. Поэтому видим, что технически исполнять как бы гитарные переборы на аккордеоне, там пианино, сложновато. На баянии, может, особенно пятерядном еще как-то можно приловчиться. Но если на таких, то получается, рука должна как челнок ткацкого станка в верхний сбег. Поэтому как бы так не играют. В основном на инструментах кладочных. Да, а вот на гитаре, там расстояние между звуками особой проблемы не составляет. Потому что просто перебираем пальчиками, расстояние от струны до струны небольшое. Ничего растягивать правой руки, как здесь. Не надо оттопыривать пальцы. Поэтому это одна из прелестей гитарных переборов. Но тем не менее, гитарная музыка, она нашла свое отображение и в народных инструментах. Есть рок игра и на баяне, есть партия и эта, понятно, по-своему. Там, например, есть фоук, поп группы. В Украине это Вопли, Ведоплясова, Козак, Систем. В России, например, любые используют баян активно, если слушать их записи. В целом, при желании, если захотеть, можно современные гитарные бои, гитарные переборы переложить на баян и играть в левой и правой руке чисто аккомпанемент. Поэтому, если интересно, я могу снять такое видео, как можно те же переборы, там, шестерочки, восьмерочки переложить на баян. У меня, в частности, аккордеон, он бесплатно достался. И как это будет звучать, рок музыка, там, или поп-аккомпанемент на народных инструментах. Не забудьте поддержать канал пальцем вверх. Также поставить лайк, если не подписаны, подписывайтесь, потому что эти ролики снимать нелегко. До новых встреч на YouTube. Берегите себя.